Коллеги, приветствую! С вами Александр и на сегодняшнем обзоре мы детально разберем индекс доллара. Мы определим точки входа в рынок, разберем торговую ситуацию, которую нас предстоит ждать на следующую торговую неделю, чтобы на этом успешно заработать. Стоит подчеркнуть то, что данная запись была подготовлена 15 сентября. Мы проводили прямой эфир на Рутуб. Если вы хотите получить больше точек входа в рынок на биткоин, тонкоины, BNB, золоте, серебре, доллар-рубль, то обязательно переходите на мои социальные сети в ссылке в описании, и вы увидите больше точек входа в рынок. А перед началом обязательно подписывайтесь на канал Amarkets, и мы с вами начинаем. Так, индекс доллара мы с вами разбирали последний раз... А, мы разбирали на уровень инфляции, мы разбирали его. Вот, четверг, да, если не ошибаюсь, разбирали мы. Вот, там беседовали мы. А, среда, среда была у нас. Вот, мы предусмотрели падение, вот у нас оно произошло долларом, и соответствующий рынок у нас потом откорректировался. Вот, вверх потом вышел. Вот, и далее у нас он, далее начал у нас падать, дошел до уровня 50 Fibonacci, вот у нас здесь. И от него отскочил, и дальше после пробития 188, и мы падали до отметки 149. Ну, мы буквально чуть-чуть до не дошли, там, 151, и цена у нас уже тут развернулась. В принципе, еще медвежье направление остается у доллара, так как мы пробили линию поддержки с зелененью. Давайте немножко отдалим график, чтобы у нас все было, картина, попонятнее. Я понимаю, где-то для, кто впервые сейчас смотрит эфир, вы видите много-много всяких графиков. Я настойчиво вам рекомендую, чтобы картина была максимально целостной, чтобы наш эфир был максимально такой интересным, тоже для всех, чтобы мы разобрали много точек от рынка. Вы посмотрите хотя бы последние эфиры, которые мы проводили по индексу доллара, и картина станет более максимально понятным для вас. Так что это заведомо для вас информация, которая вам пригодится. Вот, кто соответствующий со мной постоянно эфиры, я думаю, вы все сами рисуете линии трендов и видите, как рынок у нас с ними взаимодействует, чтобы вы в моменте знали, где фиксирует прибыль, где готовится к разворотам. Это все у нас остается. Теперь далее. Что здесь я думаю? У нас соответствующий, почему цена у нас дальше пошла вниз. Потому что мы еще не смогли пробить оранжевую линию сопротивления. Рынок у нас там ее потестировал и от нее отскочил. Вот, далее. Следующее, то, что рынку было интересно. Это у нас, вот попробуя достигнуть 149, немножко мы не дошли. За счет того, что мы прорвали уже линии поддержки, давайте сейчас все вот это уберу, потому что у нас уже там отработался восходящий клин, аргументы были на рост у нас. То есть, это у нас все тоже подтвердилось. Укрепление мы предусматривали, это все тоже мы проговаривали в телеграм-канале. Вот, то, что эти все точки фото-рынок у нас были реализованы. Давайте сейчас это все уберу. И теперь обсудим дальнейшие у нас перспективы. Что здесь дальше стоит учитывать? Первое, так как мы сейчас прорываем линию поддержки в зеленую, я считаю то, что рынок у нас сейчас переходит даже такой, знаете, больше как бокового тренда. Потому что здесь у нас есть сильное сопротивление в виде уровня 50 Fibonacci. Сетка Fibonacci устроена следующим образом. От максимума, который у нас был 15 августа, и до минимума, который у нас был 27 августа. То есть, у нас вот в этой области сейчас находится у нас цена между вот этим максимумом и этим минимумом. Что здесь стоит учитывать? То, что у нас есть сильное сопротивление, которое не дает рынку доллара укрепляться. И есть сильная сейчас у нас поддержка, которую рынок два раза уже протестировал. То есть, заведомо у нас боковик таким вот образом сейчас формирует. Использовал уже движение, как у нас вниз, вверх, вниз. То есть, у нас рынок сейчас вот в этом моменте работает. Так как у нас зеленая поддержка пробита, ее в принципе можем уже убрать. Рынок с ней уже не взаимодействует. И сейчас вот что стоит ждать от доллара? Я считаю, что если рынок у нас все-таки прорвет 100.50, то стоит ждать, что рынок у нас пойдет вниз, ближайший к отметкам 166. Где-то так вот. Так как у нас вот рынок ранее тоже тестировал 23 августа. После пробоя у нас рынок здесь уверенно это реализовал. Я думаю, это у нас вполне повторится в случае, если рынок у нас дальше будет у нас снижаться. И где-то вот в этой области стоит готовиться к разворотам. Даже вот так вот немножко повыше. Вот так не то и взял. Я бы сейчас, знаете, вот так вот по теням, которые у нас тестировались 6 сентября в пятницу. Вот у нас в нонфарме. То есть, 100.60, то стоит ждать, там падение. То, что рынок у нас здесь будет дальше снижаться. Вот. И у нас боковик прорвется в рамках нисходящего тренда. Давление на доллар останется. И после пробоя уже у нас минимума. Сейчас немножко так вот подкорректирую. Вот так вот. Нет, немножко не так. Вот. Так. У меня тут уже все не набралось лишнего. Вот. Так вот. То есть, это у нас минимум, который у нас был 8 августа 19 на 0. Ну, там плюс-минус, что там это с 4 часов этой фрейм. То есть, 100.100. Если у нас он прорывается, то у нас прошлое условие, которое мы рассматривали, остается актуальным. То есть, у нас рынок будет падать к отметке 99.33. Вот. И все это в рамках нисходящего тренда. Если мы берем часовой таймфрейм, к примеру. Чтобы у нас больше было количества свечей. Здесь у нас уже есть такие отскоки, которые были 12 сентября в 10 утра и в 15.0. Мы их соединяем вот так вот. Поземь красным. Чтобы легче было с ними взаимодействовать в плане продаж. Вот. Поддержка тоже красиво работает с ней. Вот рынок прям по ней спускался. Тоже хорошие условия. То есть, тревочку я беру. Чтобы он не мешал. Вот. Хороший вот такой вариант, что мы сейчас в нем находимся. Укрепление доллара в рамках коррекции я вижу в понедельник. Да. Потому что у нас восходящий клин пробился. В принципе, сейчас цена у нас хочет протестировать. До нее дойти, до этого уровня. Вполне до линии поддержки рынок попробует у нас протестировать. Но сейчас рынку мешает уровень, который у нас был недавно. Это от нас 181. Рынок у нас пытался его пробить вверх. Не получалось. Так что, смотри. Смотрим в понедельник. Следующие условия. Если у нас будет ожидаться прорыв, например. Сейчас я так вот скорректирую. Синенький коридорчик. Это коррекционный такой у нас будет. Он давайте по последним максимумам. Последним отскокам мы определяем. То есть, последнее ценовое движение, которое рынок нам оставил. То есть, у нас вот такой вот коридорчик получается. Как у нас происходит на рынке? В понедельник у нас скорее есть больше вероятности. У нас восходящий клин пробит. Сигнал о том, что рынок у нас будет снижаться к линии поддержки. И там уже продолжает движение к линии сопротивления красного. В случае, если мы прорвем... Ну, тут ближайшие звоночки. Это 164. Если прорываем это, у нас мы дальше снижаемся вниз. Особенно синий линия поддержки. Синяя у нас дальше будет пробита. То это будет явным сигналом, что рынок у нас будет готов дальше падать в этой ситуации. То есть, немножко вот так вот сделаем. Вот. И там уже мы будем тестировать минимумы. Там это 100... Сейчас подчеркнем. То есть, у нас... Ну, да, где-то вот здесь 152. 153 даже у нас будут вот тут тестировать. Ну, и там заведомо уже у нас минимум 150. Если прорывается, мы вот обсудили. У нас уже рынок дальше будет снижаться в этой ситуации. Вот. Это ближайшая картина. Если смотреть на рост, что должно произойти, чтобы доллар все-таки вышел из этого нисходящего коридора красного и начал укрепляться, то ему нужно пробитие... Ну, кстати, вот, которое он не смог пробить. 23.6. У нас вот тут у нас старый Фибоначчи. Вот. Рынок на нем остановился у нас в пятницу и не смог его преодолеть. Почему? То есть, смотрите, ранее рынок тоже у нас, когда цена, например, у нас падала, потом у нас рынок начал, например, расти. Видите, цена у нас от него отскочила мощность. Когда рынок прорвал его, все, уверенно начали укрепляться. Я бы, единственное, немножко повыше бы сделал бы, вот тут уровень бы. То есть, которые у нас были максимумы на 28 августа 21.00 на часовом таймфрейме. Да, и вот у нас тенями он тоже тестировал. То есть, соответствующий 176, 100.76, если прорывается и линия сопротивления красного прорывается, что очень важно, то тогда сигнал уже будет на укрепление индекса доллара. И до какого момента стоит ждать роста. По телам сечей это 100.88. Это вот, обратите внимание, у нас рынок вот здесь укрепился, потом откорректировался. Потом уже, когда прорвал, дальше там, например, пошел. Там уже, да, укрепление дальше продолжилось. Вот, так что это первые цели будут, которые у нас укрепление, если смотреть, то так. Давайте сделаем зелененький такой коридор, чтобы, ну, такое как бы бычье условие было больше рассматривалось. Делаем вот так вот. Далее. Здесь можно... Так, так. Посмотрим здесь следующим образом. Если у нас вот тут будет рассматриваться это движение, следующее, до какого момента стоит ждать рост, это у нас вот по тени, если мы думаем вот здесь вот попробовать рынок еще потестировать. Потому что вот все-таки здесь вот это движение мне очень интересно, как вот тут рынок отрабатывал, ну, и потом ранее он здесь еще отрабатывал, вот, вот, 6 сентября, 6 на 9, вот, и думаю, вот здесь вот стоит как раз вот тут откат, и вот тут уже потенциальная цель, всегда стоит ждать его роста. Ну, там, ну, там, 100, ну, ответ 100.95. Вот. Но потом, чтобы уже доллар начал укрепляться, что-то вот выше уровня 382, это 100.14, более-менее хорошо видно, то, что отрабатывается. Не знаю, вот, у меня вот здесь вот сомнения, то, что вот тут вот как рынок поведет себя. Так вот, если в принципе бокового, да, у нас тренда, вот у нас так, 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 и вот так, да, он пойдет. К примеру, вот возьмем вот эту закономерность, да, чтобы рассматривать, чтобы рынок уверенно начал расти. Я считаю то, что если прорвется у нас вот этот вот уровень, который у нас потенек, то есть у нас 118, да, например, фиолетовым таким сделаем, то тогда, да, там уже укрепление к отметке 135 стоит у нас уже здесь ждать. То есть вот это следующее у нас вариант будет. Вот и стоит вот здесь вот ли, вот тут что-то смотреть, я бы задался вопросом. Не стоит, потому что линии сопротивления у нас здесь находятся, на которых рынок может развернуться. Так что вот тут мы ничего не будем предпринимать. Просто подождем. Ну и соответствующий, если рынок уже у нас так, что, например, пойдет боковик, там, соответствующий, как ранее обсуждали, если пробивается у нас уровень 101.51, и линия теперь оранжевая, потому что мы уже опустились ниже, то есть условия немножко поменялись, то есть нам надо, чтобы оранжевая линия сопротивления была пробита на хотя бы на 4-х часов, хотя бы на дневном тайфрейме, ну, 4 часа подождать, а на часовике вполне уже стоит ждать пробоя. Да, вполне, нет, не 4 часа, 4 часа у нас 151. Цель, дальше у нас будет двигаться вверх, откат на 101.78 уже. Там вполне попробовать, как цель уже, отметка 102 весит 26, чтобы у нас вот рынок реализовал вот этот вот такой вот коридор. То есть уровня там 50 фибоначчи до отметки 786. То есть тут стоит ждать рост. То есть если резюмировать по доллару, в рамках вот этого красненького коридора, в котором мы сейчас с вами нашли, вижу пока ослабление доллара в ближайшее время. На моменте открытия торговой сессии вижу укрепление, а нет, падение, потом укрепление до сопротивления, там уже по сценарию, который мы с вами разобрали, вот как вижу у нас в перспективе доллара. Коллеги, спасибо, что досмотрели до конца данный обзор. Обязательно подписывайтесь на мои социальные сети. Обязательно обратите внимание на мой телеграм-канал, где мы предоставляем еще дополнительные точки входа в рынок в течение торговой недели. Ну что же, желаю вам тейк профита. Здоровья вам, вашим близким. До встречи. Пока-пока.